Мы в прошлый раз рассмотрели возникновение функциональных интегралов квадратного механики, то есть антритуда перехода между частицами, между двумя точками пространства в разное время записали функционального интегралов. И, на самом деле, показали, что в случае, допустим, внешнего поля запись в виде функционального интеграла просто порождает теорию возмущений, такую стандартную, какую вам рассказывает, ну, просто не про чем-то время. Поэтому сегодня мы будем проигрывать нечто, что выглядит довольно странным для квадратной механики, но зато будет очень полезным в случае рассмотрения задачи квадратовой теории поля, когда интегрирование будет вестись функционально уже не по фазовой траектории, то есть не по различным функциям, как КОТЭ, а по различным полям. Поле — это некая величина, зависящая от координаты времени. В принципе, дальше нас будет интересовать координаты времени, в зависимости, так как дальше будем рассматривать некоторое количество задачи квадратовой теории поля, то имеется в виду координаты пространственников. Ну, а когда дело будет касаться теории критических явлений, то, вообще говоря, там могут быть и по отдельности в зависимости от координат и от времени для полей, полей, связанных с функционально возникающим параметром порядка. Так, значит, давайте вспомним, что мы с вами получили в прошлый раз. Ну, во-первых, вот записали амплитуду перехода как фазовый интеграл по траектории фазового пространства. Тогда, на самом деле, если они могут присмотреться, то в экспоненте все равно стоит и H на 10. Но в случае гигантемиарно H равняется P в квадрате на 2m плюс некоторый внешний потенциал по импульсной зависимости можно напрямую проинтегрировать, тогда получается амплитуда будет определяться уже функциональным интегралом по траектории, то есть по всевозможным зависимостям Q от T, где крайние точки зафиксированы. Видите, вот интегрирование по времени ведется T и D, D, F, D, и вообще говоря, точки в начальный и конечный момент времени у нас есть Q и D и Q, F, D. Концы траектории зафиксированы, а в промежутке мы перебираем все возможные траектории, какие только возможны. А также мы исследуем теорию возмущения, когда у нас есть просто внешний потенциал и разлагаем по его степеням, убедились, что действительно возникает теория возмущения типа крестовой техники, вот когда частичка двигается с помощью амплитуды перехода для нее описывается свободным пропагатором, К нулевое, которое мы обозначали, потом однократно рассеивается на потенциале и снова двигается в соответствии со свободным пропагатором. Это будет диаграмма, связанная с первым порядком теории возмущений, или первым порядком по потенциалу взаимодействия с внешним полем. Соответственно, двукратное рассеяние опять-таки у нас, частичка двигается в соответствии с пропагатором в отсутствие рассеяния, вот К нулевое, потом однократно рассеивается на потенциале, потом снова двигается в соответствии с пропагатором к нулевое, потом еще раз рассеивается и снова двигается выли в координатное пространство это не ходи этого и координаты и время я обознатил за группу . Как бы плюс крановый кое, здесь x1, здесь будет потенциал vx и слово крановый кое от x1 фикс штрих, где по x1, естественно, интегрируем. Ну и плюс и так далее. Два крестика и так далее. Вот плюс и так далее. В принципе, понятно. x, x2, x1, x2, x3. Где по x1, где по x2 идет на крик. Понятно, да? Либо в выпускное пространство, переходите в выпускное пространство, на самом деле, да, боевого протокатора, на самом деле, это сделано. Ну вот, то есть, если смысл простой. Вот сейчас смысл простой. Сейчас увеличу смех. То есть, на самом деле, мы показали, что, во-первых, соответствующая к методу перехода, назначить волновую функцию в произвольный момент времени, где вы можете выразить вот через такой функциональный интеграл, во-вторых, описание с помощью функционального интеграла вам, как бы, ну, во-первых, оно полностью соответствует описанию с помощью уровня Шридингера, а во-вторых, полностью порождает ту теорию возмущений, которые вы, там, Михаил Владимирович, вам получит, опять-таки, исходя из уравнения Шридингера, вот, и так далее. Вот, а сейчас мы займемся тем, что пытаемся вот ввести некоторые специфические, специфические свойства функциональных интегралов, вот, и немножечко его внешне не тяжелим, но зато это будет очень, очень удобно для, для обобщения на случай квадратной теории поля. Вот, вот, давайте рассмотрим, во-первых, функциональное дифференцирование, а во-вторых, несколько, несколько усложним наш, внешне усложним наш функциональный интеграл затем. Вот, вот, значит, запись пропагатора в виде феймановского интеграла по траекториям, на самом деле есть просто некоторый функционал. Функционал — это, на самом деле, отображение вот такого вот вида, отображение вот такого вот вида, когда у вас функция отображается в число. У нас ясно, что вот у вас, как бы, в данном случае мы вообще интегрируем по всем функциям, то есть некоторый набор функций у нас отображается в число. Все. Вообще говоря, обычная функция, она у нас отображает одно множество чисел, другое множество чисел, то есть по сути дела отображает число в число. В этом смысле функция от функции — это все равно есть отображение числа в число, это есть просто новая функция. Вот. Значит, чаще всего для функционала от функции используется обозначение вот такое, когда функция стоит в квадратных скобочках в функционале. Вот. Ну, типичнейший пример функционала — это вот просто интеграм определенный, да? Вот. Вот давайте введем понятие функционального дифференцирования. Я думаю, что будет ясно, для чего нам можно это понять. Вот. Значит, итак, если у нас есть функционал, как бы, от функции f, то мы его можем продифференцировать по функции f произвольной точке y. И вот это и есть просто определение, как взять соответствующий производ. Ну, достаточно понятно, вот, как бы, на функционал, то есть если функцию f задать, ну, просто в дискретном множестве точек, если, по-моему, было призвание слабо, то на функционал, это, ну, грубо говоря, некоторая операция над вектором конечномерным, в котором функцию f превратится. Вот. Ну, и тогда такая производная, здесь производная просто для такого для такого преобразования вектора, ну, по некоторому направлению. Да? Да. В общем, достаточно понятное определение, просто конкретные примеры. Вот если, если функционал у нас вот представлен в виде определенного интеграмма, как только что писали, вот, тогда берем производную, вот, и она будет просто единичкой. Да? Да? Если функционал у нас вот есть такая, вот, как бы, вот так вот определен, это есть некоторое ядро, да, вот, и интегрируется по с функционалом с помощью этого ядра. Давайте посмотрим, чему функционал у нас. Берем в соответствии с определением производную функциональную, мы и получаем мы просто само ядро, как бы, в точках x и z, в точке, по которой, как бы, берется производная. Все. Больше ничего. То есть смысл дифференцирования, в принципе, достаточно понятен. Вот теперь мы несколько усложним наш национальный интеграмм. Опять-таки буду стараться объяснять вам, для чего это нужно. Вот. Итак, амплитуда перехода квантовой частицы в изначальные точки в конечную точку. Ва равна вот такому функциональному интеграмму. Буквочка М – это некоторый коэффициент, который… Главное, что он не зависел никаким образом от более-менее начальных условий. Ну, вернее как, он зависел, конечно, от Ти, от Ти, от Ти. Вот. Но он, вообще говоря, не содержит зависимость от коэффициента. То есть, в этом смысле, это есть некоторое число. Вообще, у нас получалось даже расходящееся, если вы попробуете, предел разбиения устремить. То есть, если вы устремите разбиение по времени Ти в бесконечность, то он у нас вообще расходился. Ну, важно, что вот, как бы, вот этот коэффициент, он не зависит от коэффициента. Он зависит от нашего разбиения, вот. И расходится при, могу бы говоря, при бесконечном густом разбиении, ну, без разницы, от коэффициента он, что он не зависит. Это не есть функционал, а так у анта. Всё, значит, запомним это дело. Вот. Вот. И давайте попробуем добавить к Лагранжану наши квантовые частицы дополнительно ослакаемые. Вот такой вот. Ну, как будто есть некоторое внешнее поле, взаимодействующее с нашей координатой. Опять-таки, как только мы перейдём на поля, дальше будет понятно, для чего это нужно. А пока могу сказать так, что вот, дифференцируя по вот этому источнику, вот, у нас ЙОТ, некоторая произвольная функция времени. Дальше я её буду называть источником. Так вот, дифференцируя функционально по ней. Вот. Мы можем выносить вот сюда под интеграл КОТ в различных точках. И тогда-то у нас будут, вот, средние по всевозможным траекториям от конкретного значения оператора Q в конкретной точке T. Дважды продифференцируем там несколько Q, ну и так далее. То есть, пытаюсь объяснить, что дальше, как бы, для чего это делается. И так, пока чисто формально. Введём вот такой слагаемый. Вот там жар. Захотели и ввели. Вот. Значит, вот. И давайте, давайте будем считать, что у нас вот этот источник отличен от нуля на некотором интервале времени. Вот. Пусть он отличен от нуля на некотором интервале времени между моментами времени T и TH3. А ещё, опять-таки, отступление. Вот, как бы, для чего? Ну, кроме того, что мы сможем брать, как бы, средний E. Вот. Когда у вас под функциональным интеграммом ещё будут стоять некоторые, некоторое количество Q ванте, а ещё наша задача – научиться брать средние и по основному состояния. По той простой причине, что вот функция Грина, которую вам вводит Медведев или, вообще говоря, пропагаторы, которые мы вводили в пулантовой теории поля, это мельчины какие-то вот такие. Вот смотрите. Вот, допустим, пропагатор того. Пропагатор того. Пропагатор того. Дмитрий Бараля – теории, порядоченную праведенную деятельность. Да. Вню. Ван, Ван. Ван, Ван. Вану, Вану, Вану. А вот это вот вот, после онлаза усиленно. В принципе, функция ГРИНА, которую вы вводите в плане применения к задачам статистической физики, она примерно такая же. Вот представление по основному состоянию, статистическое упрямоченное произведение, вот полевых операторов, ну там, кси-созвезд, кси-эрмитосопряженное, вот, ну, вообще говоря, в разных точках пространства и в разные моменты времени. Вот, значит, вообще говоря, здесь вот кнопочка И, вот здесь даже уже точно не помню, как вводится, есть кнопочка И, наверное, тоже есть кнопочка И, или минусы. Вот это надо уже конкретно смотреть, но в данном случае пока без разницы. Вот главное, что, вот видите, стоит упорядоченное произведение, во-первых, полевых операторов. Ну, если вы их разложите, а не напомню, у нас есть просто сумма, там, по плоским волнам, а перед плоскими волнами есть коэффициенты рождения и уничтожения. Вот, то есть, на самом деле, кончательно, вы можете здесь просто операторы рождения и уничтожения писать. Вот, значит, вот, как бы, то есть, наша задача научиться считать среднее по основному состоянию. Вот пока те пропагаторы, которые мы с вами написали, они вообще были чистой квантово-технической, это квантово-техническая галитура. А вот когда у вас появляется усветнение по основному состоянию, тогда вообще, говорят в некоторых стихах, вы начинаете учитывать и статистику, потому что у вас основное состояние разное для фермионов, для базонов. Для базонов совсем просто, просто нижний энергетический уровень, для частиц, если не для одной, вот, значит, для фермионов там, как бы, уже несколько сложнее. Вот, то есть, вот, поэтому нам надо, как бы, постараться, в том числе и здесь, избавиться от конкретных начальных координат и времени, да, а попробовать как-нибудь считать с помощью функциональных интеграл вот такие вот средние, средние по основному состоянию. Вот поэтому мы сейчас будем тут малости сгореться, хотя, собственно говоря, для самой квантовой механики это особо не нужно. Итак, вот давайте будем считать, что у нас источник, вот, работает вот в таком промежутке времени, да, от как бы от Т до Т-штрих, а вне этого промежутка времени он просто равный момент. Ну, или источник, который у нас для этой степени вводит, если мы внешнего поля, допустим, не рассматриваем, то это у нас в некотором смысле есть определенное внешнее поле, которое у нас там, как бы, удоражит нашу систему. Вот так вот, начнет оно ее будоражить в момент времени Т, как бы, и будет будоражить в момент Т-штрих. То есть в этом смысле мы вот это вот взаимодействие просто включим адиапатически. Можно так говорить, то есть бесконечно давний момент времени, оно у нас было выключено. Вот, значит, и рассмотрим еще моменты времени Т большое, предшествующий Т, и также момент времени Т-штрих более поздний, чем Т-штрих маленький. Ну, то есть вот то, что нарисовано на картинке, да. И давайте еще дополнительно сделаем, ну, прежде чем это делать, вот, как я говорю, давайте немножечко тут промежуточную формулу напишем. Потом еще временной осень немножечко произойдем, чтобы дополнительно полюса неприятные для нас обходить так, как нам это нужно. Вот, значит, давайте сосчитаем теперь вот такую амплитуду перехода в присутствии источников. То есть мы на самом деле, вот, как бы, заменили нашего кранжа, молокранжа с источником. И считаем, например, перехода, вот, между моментами времени Т большое и Т-штрих большое, значит, соответственно, интеграл здесь будет от Т до Т-штрих больших. Все. Давайте теперь, как бы, пользуясь тем, что мы можем разбивать на произведение амплитуд переходов произвольные моменты времени, приинтегрированные по координатам эти произвольные моменты времени. Вот, давайте так и разобьем. У нас там были интересующие нас времена Т-маленькие, вот, Т-маленькая и Т-маленькая-штрих, между которыми у нас как раз источник нашей работы. Да? Поэтому давайте нашу амплитуду, вот, разобьем на, как бы, на три промежутка времени, то есть от момента Т-маленькая-штрих, потом между Т-маленькая и Т-маленькая-штрих и, наконец, от момента времени Т-маленькая-штрих. Причем источник действия, вот, вот здесь, вот, в этой промежуточной области. Давайте. А теперь сосчитаем, как бы, вот эти вот обкладки. Давайте сосчитаем. Значит, давайте, значит, ну, во-первых, вспомним, что вот в зависимости от времени у нас явно сидело, ну, вот, как бы, в экспонентах, содержащих демитринья, значит, у нас Q, Qt, это была просто вот такая экспонента, она вектор от времени независимая. Ну, соответственно, вектор сопряжен, вот, экспонента будет с противоположным знаком, вот. Ну, и давайте вот сюда вставим единичный оператор следующего варианта. Единичный оператор следующего варианта вставил. Вот, сосчитаем, опять же, что-то совершенно очевидно равняется единичке. Вот. А это, а, 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 а? Естественно, вопрос собственных векторов он был, поэтому совершенно правильно он так пишет. Так, вставляем, вставляем вот сюда соответствующий единичный экран. Он будет собственным вектором для экспонента, поэтому спокойно экспоненту собственного значения вместо геолитония выносим, сосредотачиваем внутрь. Вот, а у нас будет вот такая вот единичная по краям. Ну, допустим, с правой стороны у нас будет совершенно очевидно стоять вот такая единичная. Ку, штрих, координаты конкретные, вот, в момент времени Т большого штриха, ну, вообще, что это такое? Там директорские значения, но он долго-долго на скрине рассказывал. Ну, это просто волновая функция, как бы, такая, собственная волновая функция, вот, как бы, с собственным значением В, опять-таки, я стационарного уровня решения делаю, ну, просто в конкретных точках внутри. И так, значит, вот, как бы, мы с вами вот эту вот обкладочку вот в таком вот виде переписали. Естественно, уравнение Шридингера в случае, если у вас что-то с чем-то взрыве действует, фиг решишь, ну, без разницы. По крайней мере, вот, мы с вами переписали эту обкладочку через волновые функции стационарного уравнения Шридингера и через экспоненты, содержащие собственное значение. гигантемиан, ну, вообще, опять-таки, набор собственного значения гигантемиана, то есть набора уровней энергии системы. Точно так же, как бы, это, со второй обкладочкой боремся, вот, вот она будет, опять-таки, абсолютно похожий вид иметь. А теперь, вот, смотрите, вот такой вот фокус проделаем. Вот, вот, возьмем вот эту вот, как бы, временную осень, ну, и все время помножим на некоторую фазу умножить, пусть даже бесконечную молитву. И повернем ее против часовой стрелки в комплексном пространстве. Ну, значит, как бы, и так дообнажаем на вот такой вот фазовой умножить. Вот, значит, поворачиваем ось времени на произвольный угол против часовой стрелки в комплексной плоскости. И затем перейдем к пределу Т-штрих стремится в бесконечность. Т-штрих стремится в минус бесконечность. Вот, смотрите, что при этом получится. Вот, если Т-штрих стремится в бесконечность, к нему у нас возникла добавочка, ну, там, возникла ко времени добавочка, там, какая-то минус и на что-то домноженное, да? Более того, это добавочка мнимая, вообще говоря, растет с увеличением Т-штрих. Вот, как бы, в эту сторону вот здесь возникла добавочка плюс и там что-то, опять-таки, растет пропорционально. Модуля Т, важно, что она положительная мнимая добавочка. Так, после поворота. Вот, значит, смысл простой. Вот, как бы, что у вас произойдет в 20-м экспонентном комплексе за счет этой добавочки. В этих экспонентах, вот, с учетом того, что Т-штрих – это у нас положительная величина, Т – это у нас отрицательная величина, то есть мы устрелим Т-штрих в плюс бесконечность, а Т в минус бесконечность, да? Вот, на самом деле эта добавочка приведет и к тому, что, вот, как бы, у вас появится и в той, и в другой экспоненте появятся экспоненты вещества и со знаком минус перед, перед модулем Т или перед модулем Т-штрихом. На самом деле это приведет к тому, что из всех этих экспонентов, вообще говоря, останутся только экспоненты, в которых ER будет равном. Ну, или так говорим, на самом деле останутся только экспоненты, содержащие низший энергетический уровень. Мы всегда можем начать отчет энергии от, как бы, вот некоторые, от некоторой низшей энергии. И низшую энергию считать просто забавной. Ну, как бы, совершенно очевидно, что, по идее, у нас формы должны быть такие, что они не должны зависеть от отчетной энергии, поэтому давайте начинать отчет энергии с уровня, с низшего уровня энергии и все энергии считать положительными. Вот. Тогда совершенно очевидно, что вот такой поворот осел просто приведет к тому, что вот, как бы, экспоненты при Т стремящемся, при Т по модулю, стремящемся к бесконечности, будут отлично от нуля, только произойдут, то, что вот из всей этой суммы останется только, только члены с энергии равным. То есть с низшего энергетического состояния. Значит, и так, как бы, происходит вот за счет того, что мы ось немножечко повернули, происходит уничтожение вкладов от всех состояний с Е больше нуля и с Е больше нуля. и остается вклад только от Е нуля, равного нулю. То есть мы, как бы, износили способ, как можно исключить, как бы, все состояния, кроме основного. И, соответственно, сейчас у нас, как бы, исполнен чудесным образом возникнет усоединение по основному состоянию. Ну, давайте действительно посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас произойдет. Итак, вот мы с вами такую амплитуду считали. Вот, как бы, вот давайте в ней возьмем времена. Повернем немножечко временную ось. То есть добавим соответствующие фазовые умножители ко времени. И устремим амплитуды перед данным фазовым умножителем. То есть модуль временную стремим в бесконечности. В плюс или минус. В зависимости от того, штрихованное или не штрихованное время. Вот. Давайте смотреть, что у вас получится. Вот. На самом деле, вот если аккуратно проделать все вот это вот, здесь сумма остается, сумма. Сумма. То есть я окажется равному валюю, здесь L окажется равному валюю. Вы подставите это дело вот сюда. Ну. То, как бы, окончательно для... И устрем... Значит, как бы... Что вот это означает? Что вы устремляете Т и Т, что их бесконечности. Вот и немножечко повернули, например, то сделать. Вот у вас и свет, и остается вот такая вот штука. Итак. Волновые функции в интересующих вас точках у большой и у большой штрих экспонента. В принципе, ее можно не писать. Если вы уровень энергии волевой считаете равному валюю, тогда просто единичка ее останется. Вот. Значит. И остается вот такая вот интеграмма. У и у штрих, которые у нас изначально работают. Теперь обратите внимание, что это такое. Это как раз и есть амплитуда перехода в присутствии источник, усредненная по волновым функциям основного состояния. То есть по волновым функциям состояние смешившая энергия. Вот. Значит. Итак. А вот эта вот вещь, ну, она есть просто некоторое число. Обратите внимание, что она никак от источника не зависит. Для нас сейчас очень будет важна зависимость от источника. Поэтому вообще говоря, все, что источник не содержит, это как бы некоторые константы для нас несущественны. И из дальнейшего облака видно, почему она окажется несущественной. Вот. Итак. Способ простой. Вот. Как бы теперь выделим вот этот интеграл, который нас интересует. Это интеграл есть усоединение амплитуды перехода в присутствии источника по основному состоянию. И он на самом деле равен амплитуде перехода, защитенной в присутствии источника, вот просто по функциональному интегралу в лоб. Вот. Как бы, если вы вот с временем проведете такой фокус, ну, и то едете еще на волновые функции, там, чего-то, в общем, на некоторую константу, которая от самого источника никак не зависит. Понравится. Ну, а теперь вообще говоря, мы здесь вообще и, как бы, и внутренние времена можем взглянуть в бесконечность. Понравится. Вот. Вот. Те, которые вот здесь фигурируют. То есть Т и Т штрик. Вот. И на самом деле мы с вами получим, соответственно, амплитуду перехода в вакуум в вакуум в присутствии источника, усоединенную по основному состоянию. Вот нолик означает, что основное состояние, вот переход между, за бесконечное время, вот, значит, и это амплитуда перехода в присутствие источника. И она у нас, ну, вот с точностью до вот этого умножителя, по сути дела, есть просто вот амплитуда перехода между конкретными точками, вот, между конкретными точками при условии, что вы устремляете вот моменты времени, фигурирующие вот в этой амплитуде, в соответствующие бесконечности, немножечко повернув временной осенью. Всё, давайте, ну, как бы, соответствующую амплитуду перехода, которая у нас, которая у нас, там, определялась функциональным интегралом. Мы с вами обозначим просто Z от Y, будем называть производящим функционалом. Почему дальше будет видео, почему производящим функционалом. Вот, значит, смысл простой, так, производящим функционал просто впрямую, это у вас есть вот такой функциональный интеграл, вот, видите, мы источник добавили, да, к лагранжиану, вот, значит, буквочка R по-прежнему здесь есть, коэффициент какой-то, который, опять-таки, от источника никак не зависит, который может быть изначально функциональным интегралом. Вот, значит, если мы вот со временами проделаем вот такой вот, перейдём к пределам вот таких плюс-минус бесконечности, дополнительно немножечко повернув. На самом деле, вот это вот, вместо того, чтобы поворачивать немножечко в комплексном пространстве, время, вот, можно немножечко другой функционал проделать. Вот, на самом деле, можно к нашему комплексному, который у нас был P в квадрате на 2R плюс потенциал, может быть, конечно, его помнят, можно было бы просто добавить вот отрицательную манимую добавочку. На самом деле, для нас сейчас важно, что просто она отрицательная манимая, вот, а Q в квадрате здесь, опять-таки, из дальнейшего будет ясно, почему мы именно Q в квадрате здесь берём. Могли бы не брать в квадрате, а могли бы просто писать, как бы, просто емэкселло. На квантовой теории поля, когда мы рассматривали обхождение всевозможных полюсов, вот, значит, мы там говорили, чтобы написать этический вариант, ну, добавочек, то есть, как бы, который нам был правильный, правильный обхождь полюсов давать, нам необходимо к массе добавлять отрицательную манимую добавку. А масса – это коэффициент перед полями в квадрате. Поэтому, на самом деле, вот, что, как бы, вот, ясно, что мы потом траекторию заменим на поле, вот, ясно, что тогда вот у нас вот здесь вот возникнет Q в квадрате, посмотрим, к чему это приведёт в Лагранжане. Лагранжан, напомню, у нас была кинетическая энергия, минус потенциальная энергия, да, вот, поэтому, значит, в Лагранжане, ну, то есть, ясно, что вот, как бы, эту добавочку мы пишем, ну, как бы, взаимодействуем, то есть, к нечто, зависящему от координат, поэтому ясно, что вот он, вот эта добавочка, она относится к потенциалу. Поэтому, на самом деле, в Лагранжане, вот, как бы, соответствующая добавочка эффективно соответствует, вот, добавлению следующего, следующего слагаемого. Ну, такого же слагаемого, но с другим знанием, то есть, положительной добавочке, положительной мнимой добавочке, да, и, там, и Эпсилон домножен на что-то положительное, вот, важно, что она положительная, то есть, перед Истой положительная величина. Вот, тогда окончательно можем записать вот такой вот штукой. И, на самом деле, легко понять, что вот такая добавочка гамильтаньяна просто приведет, приведет, ну, во-первых, к, как бы, к отрицательному мнимой добавочкам к собственному значению энергии, и, по сути дела, вот, в экспонентах комплексных она приведет абсолютно к такому же эффекту, как поворот времени. Вот, опять-таки, у вас, как бы, вот эта вот добавочка вам выделит просто основное состояние. Вот, когда вы устремите времена Т, штрих и Т помогли в бесконечности. Вот, в результате, на самом деле, по сути дела, вы можете, вот, выделять основное состояние следующим образом. Вы должны брать производящий функционал с источником, да еще к нему добавить вот такую вот добавочку, манильную. Вот, при Эпсилл стремящемся к плюс 0, вот, все, вот, и устремить все времена в бесконечности, то есть, по сути дела, вот, видите, от минус бесконечности до плюс бесконечности, здесь и взяток. Все, на самом деле, мы, как бы, вместо Т и Т штрих уже устремили в бесконечности, вместо того, чтобы поворачивать ось, мы вот прям напрямую сюда добавили вот такую манильную добавочку, ну, вот, жар. Ну, то есть, должны считать с этой манильной добавочкой, а потом ее устремлять. Все, так, ну, давайте посмотрим, что у нас с вами получилось, для чего это может быть. Ну, во-первых, давайте попробуем вместо амплитуды перехода давайте рассмотрим вот такой вот матричный элемент от оператора координат. Пусть, как бы, мы вот интересуемся вот таким матричным элементом. Вот. У нас есть оператор координаты в момент времени, там, промежуточный, в некий промежуточный момент времени, я жду моментом времени ТИ и ТФ, да. И мы пытаемся вот такой матричный элемент считать. Опять, как мы его делали, вот, как бы, значит, мы сюда можем единичный оператором надыкать составленный, вот, как мы это описали, так, QT, QT в произвольный момент времени, вот. Тогда у нас все сведется к тому, вот, как бы, у нас будет, вот, произведение в произвольные моменты времени амплитуды перехода, да. Потом, в конкретный момент времени, вот, видите, как бы, в момент времени ТН1, именно такой, какой фигурирует у нас, в котором фигурирует наш оператор, матричный элемент, от которого мы берем. Итак, у нас возникнет матричный элемент между моментом времени ТН1 конкретно, да, и моментом времени ТН, как бы, минус добавочка какая-то. И, опять-таки, набор произведений, он придет во все, как бы, предыдущие моменты времени, и набором придут во все последующие моменты времени. Во все промежуточные моменты времени надо интегрировать по кардинам. Ну, мы так, в основном интеграме получаем, вот. Теперь все вот предыдущие произведения сворачиваем в функциональный интеграм. Вот, как бы, а промежуточный матричный элемент спокойно берем, вот, видите, вот здесь, как бы, оператор, вот здесь откладка в момент времени ТН1, как раз тот момент времени, который вот у нас здесь стоял в операторе КУ. Поэтому вот это вот является просто собственным вектором оператора КУ. Поэтому мы спокойно оператор КУ можем вынести за этот вектор, да, и у нас возникнет уже собственное значение оператора КУ в момент времени ТН1. Это уже цель числа. Вот. А окончательно у нас возникнет интеграл по всем, по значениям координат во всем промежуточные моменты времени. Опять-таки, от произведения амплитуды переходов между ближайшими моментами времени. И мы точно так же, как мы делали просто для амплитуды перехода, это свернем функциональный интеграл. Единственное отличие теперь у нас в функциональном интеграле, вот, который мы здесь считаем возникнет, вот здесь коорд Т. Ну, то есть, вот, проделывая абсолютно то же самое, что мы проделываем при выводе функционального интеграла, мы придем к тому, что вот такой вот маточный вилент от такого оператора, это и есть просто функциональный интеграл, внутри которого введено значение координаты в интересующий нас момент времени ТН1. Значит, давайте вот посмотрим, когда у нас есть два момента времени. Давайте вот такой вот маточный элемент от оператора Q в момент времени ТН1, оператора до умножить на оператора Q в момент времени ТН2. При учет, при условии, конечно, что ТН1 больше, чем ТН2. Давайте посмотрим опять точно так же. Все разбиваем на произвольные моменты времени, выбираем, чтобы одно из разбий не совпадало с ТН1 и совпадало другое разбиение с ТН2. Опять как бы выделяем маточные элементы, которые мы можем взять, выносим собственное значение. В эти моменты времени в результате у нас вот такой вот маточный элемент сведется с того к интегралу функционального. Вот здесь фигурирует Q от Т1 на Q от Т2. Однако мы здесь изначально предполагали, что момент времени Т1 больше, чем момент времени Т2. А если будет наоборот, то тогда, значит, если Т2 больше Т1, то на самом деле мы можем сосчитать только вот такую штуку. Когда впереди окажется оператор Q от Т2, а сзади, а справа окажется оператор Q от Т1. И для того, в смысле, это точно такой же результат. Понятно? То есть выразить неправильно расположенные операторы, неправильно по времени расположен, мы через функциональный интеграл не можем. Но зато мы можем выразить, когда у вас операторы всегда стоят так, что у вас крайний в более ранний момент времени неправный, а левый в более поздний момент времени. И это дело у вас будет выражаться вот через такой функциональный интеграл. Но по сути дела это просто означает, что через функциональный интеграл там выражается матричный элемент вот такого-то упорядоченного произведения. То есть на самом деле функциональный интеграл как раз вам дает просто результат для этого упорядоченного произведения. И так как бы на самом деле функциональный интеграл дает матричный элемент от такого Т-упорядочного произведения всевозможных Q. Так, хотите большее количество Q взять, пожалуйста, берете большее количество Q, тогда Т-упорядочное произведение от этих Q в произвольные моменты времени вот вам выдаст вот такой функциональный интеграл. И у вас как раз и стоят Q в эти интересующие вас моменты времени. Давайте, значит, теперь как все это дело связано с производящим функционалом. Теперь нам надо, теперь наша задача, вот, теперь мы научились считать матричные элементы, но между конкретными обкладками. А наша задача научиться считать как бы от такого-то упорядочного произведения средние по основному состоянию, то есть средние по вакууму, по состоянию с уровнем энергии ниш на ниш. Вот, значит, и так как бы делаем это абсолютно логично тому, как мы делаем просто для амплитуды перехода. Вот, значит, мы берем, то есть, значит, ну давайте немножечко радая, вот. В принципе, давайте посмотрим, вот откуда должен возникнуть вот такого вот вида функциональный интеграл. Сначала мы просто с матричными элементами разбираемся до конца. Так, вот такие вот интегралы могут возникнуть. Если вы запишите производящий функционал, ну, до того, как вы там временно ось повернули, можете, в принципе, повернуть временно ось, ясно, что тут у вас как-то выделяет основное состояние. На самом деле неважно. Важно, что вот у вас есть источник. Если вы пишите источник, который фигурирует у нас производящий функционал, то тогда дифференцирование по нему как раз таки выбрасывает вам координату в интересующий вас момент времени, если вы дифференцируете по источнику в момент времени Т1. У вас под интеграл автоматически выбрасывается координата в момент времени Т1. ДН, то у вас выбрасывается как бы как раз произведение координат в эти моменты времени, тот интеграл. Поэтому соответствующий функционал называется производящий. То есть дифференцируя его по источнику, вы можете находить всевозможные маточные элементы от произвольного количества ку в разные моменты времени. Понятно, да? Вот. Ну а теперь последнее. Ну, обратите внимание, точно так же как и везде фигурируем умножитель L, который не зависел ни от от T, не зависел ни от как бы величины источника. Вот. Значит, ну а теперь последнее. Если мы в окончательном результате источник звукаем, то мы просто получаем интересующий как раз именно интересующий нас функциональный интеграл. То есть среднее от, как бы, от T-упорядочного произведения операторов координат в произвольные моменты времени, вот, в отсутствие источника. Так смысл простой. Вы пишете вот ружан с источником. Вот если вас интересуют средние от какого-то T-упорядочного произведения, то вы его, то вы его столько раз дефилицируете по источнику сколько надо, а потом источник обращаете вновь. И вы получаете соответствующий результат уже для среднего от T-упорядочного произведения, вообще пока для маточного элемента. Но ясно, что как только вот мы сюда, по привычке, как только мы здесь записали еще вот эту мнимую добавочку, то она у нас выделяет основное состояние, вот из всего интеграл. И вообще говоря, если мы, вот видите, пределы интегрирования, вот здесь мы стремили в бесконечность, это означает, что T, 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 мы устремили по модулю в бесконечность, да, то это как раз и будет означать, что мы на самом деле выделили с вами вот среднее по основному состоянию. Такого смысла. Значит и так, как бы, умножитель вот этот позволяет выделить квантово-механический вклад основного состояния, и вообще говоря, вот эти вот производные, после того, как вы источнили, стремите к нулю, они будут пропорциональны, ну, с точностью до умножителя ИГДЭР, который здесь везде возникал, вот, они будут пропорциональны амплитуде, то есть среднему полувакуумному состоянию, от, как бы, T упорядоченного произведения соответствующих операторов координат во всевозможные моменты времени. То есть по руку у нас, допустим, по ляду, мы получили грины функции совершенно. Да, мы сразу будем получать функции грина. То есть, как бы, в этом смысле, производящий функционал оба, вы можете писать интеграл с производящим функционалом, там, два раза продифференцируйте по источнику, получите функцию грина двух точек, нуля по частичную функцию грина, четыре раза продифференцируете, получите двухчастичную функцию грина, да, шесть раз продифференцируете, получите трёхчастичную функцию грина, ну и т.д. — Не чёрные числовые расции всегда нас 0 будет, да, 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 да — — Да, да, да. То есть, это зачем, как бы, нужно вводить источник? То есть, брагматическое соображение. так сказать он реже страшно возмущается где же рецепт напрямую считать вот смотрите у нас для которой мы видели что она вообще расходится очень просто разбить время с другой стороны у вас при переходе когда вот здесь появлялась основное состояние у нас фигурирует тоже коэффициент смотрите коэффициент вот видим как бы амплитуда усреднение по основному состоянию связано с нашим производящим функционалом вот такой вот комбинация волновых функция основного состояния в конкретных точек ну там экспонент на самом деле ее можно заединить убравщик дальше то есть вы отсчитываете уровень энергии как бы от нуля то есть низшее энергетическое состояние у вас просто обратите внимание вот это коэффициент от источника не зависит а теперь смотрите как можно соответствующие формулами пользоваться для плантов этой механики это не очень актуально а вот дальше это будет актуально итак мы с вами получили вот следующий ответ вот что у нас вот такая вот вот такие производные от производящего функционала пропорционально апплитуде перехода вот дальше там делаем уже следующий фонус и дальше мы его будем проделывать вот ну давайте так просто чтобы было понятно почему это мы так больно обращаемся со всеми коэффициентами и как-то на них глубоко перейдем вот там периодически про это написано и очень долго ему явно почему это не нужно понимать вот итак то есть производящий функционал источник у нас будет вот такой вот такой вот интеграмм а как бы некоторый коэффициент d прибой в ланске кривой когда не будет интеграмм d qt у нас заворачиваем такая расписывать действие не буду для того чтобы сократить надпись на доске присутствие источника и здесь напишу и вот напишу так значит следующее что мы с вами показали что это есть допоминается производящий функционал вот так его можно считать через функциональный интеграмм да а значит как бы а с другой стороны это у нас с точностью до некоторого коэффициента связано с полномороженной функцией в основном состоянии это у нас есть вот тут перехода вакуум вакуум а присутствие источника вот тут перехода вакуум вакуум а присутствие источника поэтому мы просто закрываем на соцсетях теперь давайте для производной n-кратный которую я там обозначил индексом n от производящего функционала Запишем такую формулу. Так, вот. Кратная производность, чтобы не написать его там. Вот. В конце актрактим источник ломана. А у меня. Так, ну то, что с вами здесь есть. И в степени L. Тут же множитель L. Допустим, конечно, не важно. Интеграл. D, Q, D, Q, T. Здесь стоит, как бы, Q, T, D, Q, T, N. Вот. Значит, опять экспонента. Вот. И, как бы, это явно планка действия. Вот. Присутствие Египет, что мы же говорим на это самолю. Ну. Ну. Ровно интересно. Мы его опять хотим переписать через, как бы, через среднее по основному состояние. Тот же самый коэффициент A. Оно там. Там появится, ну то есть, то же самое по пробелу, тот же самый коэффициент также появится. Те же самые волновые функции основного состояния. Ничего не изменится. Вот. Ноль. Так. Бесконечности. Вот здесь будет T упорядоченное произведение, соответствующее Q, там, T1, соответственно, не хватит у ATK, но ATK, вот. Ну и их опять-таки, но музык бесконечности. А теперь главный фокус. Главный фокус заключается вот в чём. Вот как бы... Давайте посмотрим, вот на этом нашли. Как вы думаете, есть физические соображения, чего она равна, если Y, если источник устремить к нему? Амплитуда перехода, вакуум, 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 вакуум. Вакуум, 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 в Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вообще, для всех басобных полей невозможно есть, т.е. Хлажан будет просто квадратичной формой по полям, значит будет фигурировать квадратичная форма по производным полям, по координатам пространства Мельковского и будет фигурировать член квадратичным по самому полю, но вообще, как бы, коэффициент перед ним это будет просто масса в квадрате. На самом деле, если вы воспользуетесь уравнением Лагранжа, т.е. вы напишите уравнение движения, исходя из такого Лагранжа, уравнение Лагранжа у вас учили в писательной теоретической механике, то с учетом заметок от Т на Фи, от координат пространства Милковского, а, соответственно, производных по времени на производные, опять-таки, по координатам пространства Милковского, то есть и по координатам по времени. То, естественно, вы получите, после того, как вы запишете уравнение движения, вы получите классическое уравнение движения для поля Фи. То есть, вы получите уравнение Калинина-Гарнова, которое также есть в любом, значит, Волгериал, который плюс n в квадрате, действующее на Фи, равняется Милковский. Сразу отмечу, что это классическое уравнение движения, то есть, ну, вот это вот, как бы, до некоторой степени это аналог, как бы, уравнение Максимова для электромагнитного поля, вот, значит, в котором кронтование никак не произведено. То есть, у нас заряды дискретные для электромагнитного поля, все очень дискретные. А лучше проквантовать, надо еще кое-что сделать, чтобы будет ясно, что от проблем. То есть, автоматически мы проквантуем, но для невзаимодействующих полей это не очень актуально, но для взаимодействующих очень актуально. Вот. Итак, как бы, мы видели, что квантование, на самом деле, у нас для квантовой механики свелось к тому, что у вас возникли, в принципе, наименьшие действия, а у вас возникли все траектории всевозможные, вы должны по ним, по всем проинтегрировать, просто с весом виде экспонента и поделить на аж действие. Вот, так вот с полями, ну, есть ступичь так же. Во-первых, сразу будем писать производящий функционал. Во-вторых, значит, сразу же в экспоненте будем писать, как бы, соответственно, действие, действие, которое будет, в котором Калабринжану будет прибавлено, вот, источник. Ну и вот эта добавочка, которая нам будет определять обход полюсов, и которая нам будет выделять, выделять в явном виде вклад основного состояния, при устремлении, там, времен в бесконечности, на самом деле, при устремлении вот этого интегрирования на бесконечности. Ясно, что у соответствующих производящих функционалов, он был пропорционален на амплитуде перехода в вакуум в вакуум, но абсолютно в том же смысле, в котором мы там писали, в присутствии источника. Так? Так, всё. Итак, вот Калабринжан, здесь, это вот Калабринжан Клейнагородона, который я только что показывал, сейчас мы будем им интересоваться. Теперь надо определить, что такое функциональный интеграл здесь состоящий, и как, ну, вот, конкретно его можно считать. Значит, считается он очень просто, вот, просто, вместо того, чтобы разбивать на определенные моменты времени, да, вы должны здесь разбить пространство Милковского, то есть пространство, время, должны разбить на определенные кубички, вот, ну, и так, на маленькие четырехмерные кубички, объемом, допустим, дельта в четвертой, вот, в каждом из которых, как бы, более представляет из себя константу, да, ну, среднее значение, внутри кубичка, потом мы объем лобочек в ковру, естественно, устроим, вот, и так, внутри кубичка вот у нас, внутри кубичка у нас поле есть ФИ, вот, ну, там, в конкретной, пусть в конкретной точке, да. Теперь вместо непрерывного поля у нас возникло поле дискретное, вот, как бы, заданное, вот, там, в скольких-то точках пространства Милковского. Вот, вот, в лаграмжа входит производная всевозможная, да, ну, производная определяем, естественно, как, вот, соответствующая пределка, как конечная разность разности в этом случае, да, то есть, ну, допустим, если по, как бы, x и t, то вы должны к x и t прибавить дельта, вот, то есть, в соседнем кубике по x и t будет поле, вот, минус ФИ, как бы, с нормальным x и t поделить модель, ну, так мы определили производные. Вот, соответственно, как бы, если, ну, для того, чтобы сократить обозначение, заменим весь набор, вот, как бы, вот, таких дискретных индексов пространства Милковского просто на индекс n, то тогда у вас связано, что нам уже будет вот такой дискретный, вот, как бы, поле ФИ, зависящее от индекса r, производная, зависящее от индекса r, вот, где подальшую самогутность индекса Милковского обозначена, вот. Значит, если каждый индекс принимает там большое значение, то, вот, как бы, тут 4 индекса, соответственно, индекс r маленький, принимает там в четвертой степени значения, вот, тогда у нас, у нас действие просто сводится к интеграмму по всему пространству Милковского от Лагранжана, фактически оно сведется просто к суммированию по, как бы, по всем, вот, по действию во всех вот этих вот, по... ну, суммируем по Милковского от Лагранжана во всех этих кубиках, ну, там, умножаем, вот, по четвертой, конечно. Вот, значит, и так сумма будет по Милковского от Лагранжана. Ну, а производящий функционал приобретает просто вот такой вот, это интеграл по... мы в каждом кубике пробегаем, как бы, всевозможное значение поля. То есть в каждом кубике фир у нас пробегает всевозможное для него значение. Поэтому, на самом деле, возникает... возникает... n в степени четвертый мерный интеграл, да, по всевозможному фире n. Вот, вот, как бы, о... действие, которое вот описывалось в форме 4, вот. Ну, плюс у нас, вообще говоря, есть источники сироположного фирма. При этом... итак, если мы берем окончательно Лагранжан вот такой вот, Лагранжан клейма картона, то тогда у нас окончательно... окончательно наш производящий функционал вот принимает вид вот такого функционального интеграл. то есть там вверху мы определили, что означает этот функциональный интеграл, как его вот реально считать на нож. Значит, а теперь просто в виде обозначения записываем и все. Вот уже видно, что на самом деле вот наша добавочка вот в таком вот виде, ну, потому что мы записали манимую добавочку, которая нам выделяла вклад основного состояния в виде вот такого, не просто и ε, а еще и здесь φ в квадрате в полном ввели, да? Вот, за счет этого, на самом деле, у нас получается, что манимая добавочка отрицательная идет к массе в квадрате. Так как массу у нас всегда положили, но, по сути дела, это отрицательная, мнимая добавочка к самой массе. Понимаете? Да. Ну, то есть просто чисто для удобства, вот, и квадратовая теория поля мы проверяли в том, и вы натыкаете, добавить их правильно, описывая на обходы полюсов, но все возможно. Вот, функция грина при их интегрировании по эмбляге, ну, или по импульсу гулевому, по гулевой компоненте импульса, по гулевой компоненте импульса, которые есть интегрирование. Вот, значит, давайте хотя бы одним способом сосчитаем следующий функциональный интеграл. На самом деле, вот, есть такая ремоническая особенность. На самом деле, вы можете считать функциональные интеграды в том или ином виде от любых квадратичных форм популярен. Данные функциональные интеграды являются гауссом. Больше ничего человечество считать функциональные интегралы не умеет. То есть человечество умеет считать функциональные интегралы только от квадратичных форм популярен. Пока у вас нет взаимодействия, у вас стоит квадратичная форма популярен. Давайте, как бы, значит, мы сейчас таким довольно специфическим способом сосчитаем этот функциональный интеграл в том плане, что мы из этого функционального интеграла выделим все, что связано с зависимостью от источки, от буквочки Й. А все остальное мы прячем просто в функциональный интеграл, который у нас от буквочки Й не зависит, вот, и который при дифференцировании по буквочке Й будет просто в виде вот там некоторого множителя фигурирует. И ясно, что там, когда надо просто сократиться, нам будет неинтереснее. Итак, давайте, давайте немножечко преобразуем функциональную интеграцию, которая у нас возникла, вот, явным образом выделяя, чтобы у нас в экспоненте возникло уравнение клейного картона. Он, как бы, на самом деле уже, вот видите, вот, грубо говоря, уравнение клейного картона, мы его изначально выписывали, исходя из уравнения на гранж, из эволюции нашего поля, связанного с принципом наименьшего действия. Вот, поэтому, на самом деле, уравнение клейного картона отвечает наименьшему действию. Мы, в принципе, заменьшим действие. А здесь у нас нифига нет никакого, как бы, формального уравнения клейного картона, а у нас здесь, вообще говоря, входят все поляфины, всевозможные поляфины. Другое дело, что действие стоит в экспоненте, и когда действие оказывается большим, экспоненты очень быстро слируют. Ну, и эти вклады с цитаты. С большим действием они вообще говорят, сильно завязались. Но, вообще говоря, у нас, как бы, входят всевозможные варианты поляфины, совершенно, как бы, произвольные. Вот, в этом смысле мы уже прокомантовали наш поляфин. Давайте, как бы, давайте явным образом выделим выравнение клейного картона в экспоненте. для этого нам надо доломбериал получить. Это без проблем можно сделать. Вот, давайте, вот, как бы, от квадратичной формы по производным полям, перед нём, как бы, выделим полную дивергенцию от чего-то. от такой комбинации. Вот. И у нас, как раз, возникнет фидаломбериал фидаломбериал фидаломбериал. Ну, как бы, проще вот это вот расписать. Вот, взяв производную, берёте от первого сможетеля производную на второе сможетель. Это как раз вот эта вот вещь. Берёте, как бы, первое сможетель доставлять без изменений, берёте от производной на второе сможетель. Это как раз вот эта вот вещь. Да? Всё нормально. Вот. Ну, а теперь, смотрите, вот, интеграл по всему пространству Митковскому, от полной дивергенции, он у вас просто в ноль обращается. По этой простой причине по... Потому что по четырёхмерной теории Митковского вы это можете свести к интегралу по поверхности вот от вот этой штуки. А полюшки у вас, конечно, на границе области пространства Митковского обращается в ноль. Ну, то есть, на границе объёма, занимаемого вашей системой, обращается в ноль. Так. Значит, на самом деле у вас, что вот такой вот интеграл, что вот такой вот интеграл по всему пространству Митковского одинаково просто различается от знака в ноль. А вклад вот этого слагаемый будет здесь просто в чистом виде новости. Ну, потому что на поверхности соответствующая величина, на том, что такое место. Так. Тогда производящий функционал можно переписать вот в таком вот виде. Вот теперь мы видим, вот здесь получился дифференциальный оператор Клейн-Гордон. Если поле ФИ у вас удовлетворяло в уровне Клейн-Гордон, то вот это будет просто в чистом виде новости. А сейчас у вас поле ФИ не удовлетворяет уровнению Клейн-Гордон. Мы, вообще говоря, перебираем всевозможные поля. В том числе, конечно, удовлетворяющие уровня Клейн-Гордон. Вот. А теперь, вот видите, у нас же функциональный интеграл. В принципе, ФИ мы можем как угодно в этом функциональном интеграле переизменять. Вот давайте сделаем заменную переменную форму. В функциональном интеграле. Заменим ФИ от Экс. Вот сместим. Как бы. Отчет. ФИ нулевое плюс ФИ от Экс. То есть функциональный интеграл по-прежнему в ПДФИ останется. Но вот такой уже смещен. Давайте. Вот как бы. И еще вот воспользуемся вот таким дождем. Вот на самом деле у нас вот мы можем ФИ нулевое, на которое мы сместили. В принципе, перебрасывать меня к местам из ФИ относительно вот этого оператора. Под интеграл по, как бы, по всему пространству. Почему? Да. По той же самой причине. Перед М в квадрате, перед И в Эпсилу, как перед коэффициентами точнее. Да? Просто. Это не операторы, а просто некоторые коэффициенты. численные. С Доломбериалом. А с Доломбериалом мы только что показывали, что под интегралом по пространству Ленковского вот Доломбериал между ФИ и ФИ или между ФИ и ФИ нулевое, скажем, он преобразуется просто вот как бы производная от той от другой ФИ. А эти производные вы уже можете переставлять местами очень с собой. Понятно? Да? Поэтому, на самом деле, вот как бы, по вот интегралу, по всему пространству Ленковского, даже если у вас ФИ нулевое на первом месте стоит, на него вот этот оператор не действует. Вы можете добиться, чтобы наоборот, на ФИ этот оператор не действовал, а действовал он на ФИ нулевое. Ну, понятно, в принципе. Итак, как бы, а теперь замену переменных производим. Замену переменных производим. Давайте смотреть, что у вас будет, что у вас будет в экспоненте. Вот в экспоненте у нас стоял такой интеграл, да? Делаем парнем замену переменных. Давайте. Как бы, все по-честному сделали замену переменных, пришли к новой ФИ. Вот. А теперь потребуем, чтобы ФИ нулевое удовлетворяло у нас уравнению клея на гордон, но с источником в правой части. Ну, ФИ нулевое мы, как бы, какого угодно могли взять. В общем, замену переменную берем такую, чтобы ФИ нулевое удовлетворяло вот такому вот уровню. Значит, подставляем сюда вот, как бы, действие ДОНБИ, действие вот этого дешевицального оператора на ФИ нулевое нам и выдает действие вот этого дешевицального оператора на ФИ нулевое нам снова, как бы. И выдает источник, тут кое-что сокращается, ФИ нулевое полностью сокращается. От ФИ нулевое до И остается только выносом на второе ФИ нулевое удовлетворяло. И окончательно получаем вот такой вот ответ. Ну, видите. Правильно? Вот. Снова, видите, как бы, а перед источником уже стоит ФИ нулевое, а не ШИ. И по нему интегрировать не надо. Вот. Ну и, наконец, последнее. ФИ нулевое мы можем с вами определить. Вот давайте решим это уравнение с помощью фельдмургского пропагатора скалярного поля. Вот. Вот фельдмургский пропагатор скалярного поля, для него было абсолютно такое же уравнение, только с дельта-образным источником в правой части. Вот. Стандартное определение функций Грина для решения линейного дифференциального уравнения. Вот мы должны дифференциальный оператор записать, вот, который действует на функцию Грина для линейного дифференциального уравнения. Вот, как бы. А в правой части записать дельта-источник. Ну, в данном случае мы его берем с минусом просто, потому что у нас там перед этим были, мы так именно пропагатор выбирали. Вот. Чаще всего просто дельта-образный источник пишут. Вот. На самом деле, вот это вот нам помогает определить фи нулевое. Вот. Фи нулевое нам сразу же, сразу же мы можем определить, вот он имеет вид 16. Напрямую можете проверить. Представляете, вот, уравнение фи нулевое, да? Вот. И убеждайтесь, что оно уравнение удовлетворяет. Вот, как бы. Если ДТФ у вас удовлетворяет вот такого вот уравнения. Да? А ДТФ такого находивого выпуска пространства, это есть просто пропагатор нулевой для уравнения клея на гордон. Вот. Всё. Сейчас мы убедимся, что у нас, как бы, всё связанное с источником, мгновенно выскочит из-под функциональной интеграции. Собственно говоря, оно уже выскочило. Вот видите, у нас здесь возникла фигура «И». Да? И всё, что связано с источником, у нас вообще никак и не зависит. То есть у нас под функциональным интеграмм оказалась вот такая экспонент над фигзависящая. Домножить на экспоненту от фигзависящей. Эту экспоненту можно с треском в качестве умножителя вынести из-под функционального интеграмма. Вот, да вот её из функционального интеграмма зависит. вот. Вот. Итак, окончательно у нас вот это, то, что стояло в экспоненте, например, вот такой вот вид. фигзавися. 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 и остается вот такая вот штуковая. Фигзавися. 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 что производящий функционал от нашего источника есть вот такая вот увеличенная, это некоторый коэффициент, который у нас в человеке сократился, а здесь возникнет вот такая экспонента и никаких функциональных интегралов. На самом деле, взяли функциональный интеграл пока вот таким левым, хитовым способом, но неважно это, сейчас он убедился, что если мы по-честному считали функциональный интеграл, то мы тоже самое получили. Что мы проделаем? Так, как бы, в принципе, дай-дай-дай-аф мы для нее неоднократно и в ее образ писали. Вот, как бы, в ее образ вот такой вот вид имеет, х, отлично. Вот такая функция грима в выпуске непосредственно, ну и пропагатор в выпуске непосредственно. Единственное, k в квадрате, ну и все в квадрате. Вот, dm добавлена отрицательная манимая добавка, но, соответственно, к f в квадрате идет тоже отрицательная манимая добавка, поэтому он возникает и община. Все, ну вот, как бы, переход в выпускное пространство, он, очевидно, и вы вот этот человек, как бы, доломбериал заменяете на p в квадрате, значит, все знакомые, минусы, как бы. Соответственно, как бы, вот здесь она дельта, а дельта функция, это флуиообраз, у нее это единичка. Который метр получает, вот, это, как бы, единицы, как бы, в эти плюсы, в эти плюсы, в эти плюсы. Вот, мы и, как бы, присутствие, вот, и епсилон знаменательно диктует выбор пути интегрирования по кармануаре, то есть по энергии. Ну, значит, кармануаре у нас выдает реактивистский спектр, то есть полюс имеет на реактивистском спектре. Вот, как бы, но смещённое, вот, как бы, у нас кармануаре, то есть энергия, это либо плюс, либо минус корень из k в квадрате, плюс 1 в квадрате, реактивистский спектр для частиц. Вот, но смещённое, если у вас со знаком минус корень идет, то плюс и дельта, если со знаком плюс, то минус и дельта. В общем, вот так вы обходите полюса, и это вам выдаст, ну, грубо говоря, либо частицы, либо античастицы, в зависимости от того, какие энергии вы рассматривали. Значит, это вот подробно, там, нахватывая диория, то и анализировали, вот, просто известно, что это стандартное, стандартное, а феймеровское правило обхода, вот, соответствующих полюсов. Это было предложено именно к массе добавлять на него и добавлять. Вот она и добавляется. А заодно попутно у нас сейчас выгружал так записан, что он нам, значит, в пределе, вот, когда, вот, видите, мы времена там установили в плюс или минус бесконечности, то есть мы, вот, здесь, вот, по, как бы, далеко надо идти, вот, здесь-то, вообще-то, говоря, ингредиент по всему пространству не просто, потому что там будет. Ну, а то, может, по координатам быть ограничено конкретной областью координат, в которой вы рассматриваете частицы, а по временам точно не ограничено. Поэтому, фактически, у нас как раз выделяется основное состояние за счет входа на балочке и правильного знака на балочке и имя. То есть, на самом деле, мы объяснили, почему именно так было выбирать обход ферментов и обход в плюс. Ну, и, как бы, вот, производящий функционал по сути дела и, как бы, мы нашли, вот, замусилиться. Давайте еще совсем немножечко. Я вас отпущу. Потом другим способом сосчитаем, опять-таки, свободные частицы. Вот. На самом деле, вот, как бы, мы видели, что вот такая бабочка мнимая, вращающая временную ось против часовой стрелочки, она нам обеспечила просто, как бы, во-первых, правильный обход полюсов при интегрировании по энергии, во-вторых, она у нас обеспечить для нахождения, в дальнейшем, для нахождения среднего по основному состоянию обеспечить, что вклад в соответствующий функциональный интеграмм будет давать только уровни энергии основного состояния. Вот. На самом деле, можно было бы для этого же самого дела повернуть временную ось не на маленький угол против часовой стрелки, а на большой угол, допустим, на минус и пополам. По сути дела, это соответствует тому, что вы время заменяете вот по такому правилу на мним же время. Вот. Значит, ну, можно внести обозначение, вот, как бы, там перед этим мы икс-муевое в качестве времени у нас фигурирует, а можно внести еще дополнительное обозначение икс-четвертое обозначить за мнимое время, да, тогда оно есть просто и на икс-муевое, вот. Значит, при этом, смотрите, как бы пространство-время уже становится эвклидовым, то есть перед этим оно было псевдо-эвклидовым, и интервал у нас определялся dt в квадрате минус, там, dx в квадрате, минус dy в квадрате, минус dz в квадрате. Если же вы перейдете к минимуму времени, то интервал у вас становится вот такой. Ну, если у нас эвклидово, ну, знак минус возник, но это никакой роли не играет, мы можем по-другому проверить, как бы, ds, вот, тогда бы у нас здесь знака минус dz. Важно, что пространство эвклидово у нас с одинаковыми знаками все компоненты входят. И вот мнимое время входит, квадрат его входит с таким же знаком, как квадрат любой компонент и координат. Соответственно, в импульсном пространстве вот так же можно ввести и К4, это уже не энергия, это уже некоторые амонимые энергии, они связаны с К2, вот, с разрешением 25, да, вот, значит. И, опять-таки, тогда полный импульс, квадрат импульса, который, это полный вообще для эвклидского спектра 4-мерного, есть просто масса, потому что у вас 4 импульс лежит на массовой поверхности, значит, он, опять-таки, в эвклидовом пространстве есть просто сумма квадратов всех компонентов, да, все нормально, с булочками зерба, значит. Вот, если мы в эвклидовом пространстве работаем, то есть перейти к мнимому времени, то тогда пропагатор для, как говорили, пропагатор, который входил вот сюда вот, для уравнения грейми-гордона превращается вот сюда вот в пропагатор. Ну, у нас К0 будет равноправно с таким же знаком выходить, и как К трехмерное в квадрате, да, в результате у нас пропагатор принял вот такой вот. Ну, КЕ в квадрате, крюсер в квадрате, где КЕ, вот, вот такая вот. Так, как бы, на самом деле, вот это вот выглядит, как коррелятор Айнштейна-Цернки на статфизике, я вам расскажу, который описывает, ну, говоря, коллекционный вырусный пространство, фурьер образ, коллекционные функции, параметр порядка в разных точках. Так, ну, с точностью до обозначения, там, на одной стороне в квадрате фигурирула близость к фазовому переходу. А теперь давайте посмотрим на производящий функционал в, вот, вот, в таком вот мимом времени. Вот, смотри, здесь есть формула 28. И данный производящий функционал есть не что иное, как, как свободная энергия, вот, ну, или, правильнее, пожалуй, сказать, что таким способом, данная энергия осталась сумма. Для произвольно функтурирующих полей параметр порядка. То есть, вот, смотрите, вот, вот то, что у вас стоит, вот, то, что у вас стоит в экспоненте. Если на это внимательно посмотреть, то вот это вот стоит разложение лундау по степеням параметр порядка. Вот давайте смотреть, вот, это вот, если под фиг понимать параметр порядка, вот это вот, как бы, коэффициент, некоторый коэффициент на параметр порядка в квадрате. Вот это квадрат гардиента стоит, ну, параметр порядка. Ну, там, вообще-то, имеется некоторым коэффициентом, ну, без разницы, вы можете образовывать этот коэффициент фиги, можете, как бы, определить, да? Вот, как бы, вот, вот это вот стоит, как бы, взаимодействие вашего параметра порядка с некоторым полем сопряженным параметр порядка. Ну, допустим, если у вас, как бы, параметр порядка на магниченность, то это, как бы, то пол источника, вот, надо принимать магнитное поле, да? Вот. А статсумма, как бы, производящий функционал, это, по сути дела, есть статсумма про условие, что вы перебираете все возможности параметров порядка. То есть перебираете все фруктуации параметров порядка. И вообще говоря, если вы можете производящий функционал считать для кронтовой теории поля, то вы с тем же успехом абсолютно точно такую же задачу, просто в которой t на минус и t заменили, можете решать. Ну, допустим, для описывания критических индексов либо критического поведения в фазовых переходах второго права. Вот, значит, естественно, в случае фазовых переходов у нас коэффициента, коэффициент параметров порядка в квадрате, он менял знак в точке фазового перехода. То есть если вы, как бы, умеете это считать, то вы можете оценить всякие вещи для фазовых переходов. Другое дело, что в фазовых переходах еще добавлялось сюда следующий член разложения по степеням ФИФ4. И вот если вы допишите нечто пропорциональное ФИФ4, это будет уже теория, квантовая теория поля взаимодействия. Так называемая теория ФИФ4, которая немножечко позже был развал. То есть честно по математике, как бы, что рассматривать квантовую теорию поля, что рассматривать теорию политических явлений, это задача абсолютно эквивалентная в математическом смысле, с точностью для переобозначения. Планомерно просто попытаемся считать функциональные программы, вот такие гауссы. Ну и гауссы еще не получим. Хотя воспроизведем то же самое. Ображение мы вообще не получили. Для производящего функционального. Как только мы еще раз получим, мы сразу, во всем, соответственно, считаем функции грина, трехточечные, четырехточечные. Сначала частицы больше взаимодействия, а потом взаимодействия. Но я думаю, что всегда это можно вообще темно рассмотреть и критическое явление. А если рассматривать вот трансрам, вот такой, как, отвечающий, чтобы пронить уравнение Шрикингера, вот такой, обычный, то, соответственно, все вот это можно мгновенно распространить и получить теорию возмущения по всевозможному взаимодействию, хоть в том виде, как вам рассказывает Михаил Владимирович. Просто пока я рассказываю нечто в пространстве Мерковского, где время и координаты не эквивалентны. В негативийском случае они не эквивалентны. И просто смысл простой, как бы, соответствующие интегралы заменяются на интегралы по координатам и по времени отдельно. А на Гранжау пишется такое, что вместо уравнения Ла Гранжа проводили уравнение Шрикингера. Это как бы мелочами, потому что он будет делать дальше. Ну, давайте на сегодня закончим. И так я вас заучу.